Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение книги «Деяний святых апостолов» и сегодня мы будем читать 19 главу этой книги. Первая тема апостол Павел приходит в Эфес. Эфес – это религиозный политический торговый центр со смешанным населением, был одним из самых красивых городов Римской империи. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у вербов. Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, вы Иоанново крещение. Иоанново крещение или крещение Иоанна Крестителя – это не было христианское крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это было крещение наподобие иудейского обряда Микве, когда человек, оказавшись в состоянии осквернения, всецело погружается в воду для того, чтобы ему очиститься. И этот обряд описан в книге «Левит» Пятикнижия Моисея. Но эти люди называются учениками, и мы можем предположить, что они были ионитами. Иониты – это секта последователей Иоанна Крестителя. И когда апостол Павел спрашивает их, приняли ли вы Святого Духа у вербов, они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, по что же вы крестились, они отвечают в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса. И давайте вспомним, что Иоанн Креститель проповедовал о том, что вот он крестит в воде, а Христос будет крестить Духом Святым. «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати». То есть апостол Павел крестит этих людей, а потом совершает конфирмацию, взлагает руки с призыванием Духа Святаго, и Дух Святой сходит с чудесами и знамениями иных языков и дара пророчества. То есть эти люди переживают как бы свою индивидуальную пятидесятницу. Далее рассказывается о том, как апостол Павел два года живет и проповедует в Эфесе. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословие путь Господен пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого Тирана. То есть три месяца он проповедует в синагоге, а когда там происходит ожесточение, он отделяет христиан от синагоги, и они переходят в школу некого Тирана в его училище, и там продолжают занятия. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Осии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Здесь мы видим, что благодать Божия действует через посредство материальных предметов, которые соприкасались с телом апостола Павла. Это платки и опоясание с тела его. Платки обычно возлагали на голову человека и опоясание с тела его, то есть пояс. И был не один такой пояс. Хотя здесь сказано, что Бог творил немало чудес руками Павла, но далее речь идет о том, что и вещи апостола Павла источали благодать. Тем более, что удивляться есть об останке святого человека источают благодать, или что сам святой человек источает благодать. Мы знаем из этой книги, что даже тень апостолов исцеляла людей. «Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». То есть для людей стало очевидно, что силой Божией Павел это делает. И какие-то заклинатели начинают использовать имя Христа и Павла в своих заклинаниях, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Здесь как бы возникает такая аллюзия, что как бы есть два Иисуса. Иисус и Иисус, которого Павел проповедует. Но на самом деле в посланиях Павла эта мысль развивается. Он говорит о ином благоествовании, то есть о ином Евангелии и о ином Иисусе, которого он не проповедовал. Люди могут читать Евангелие, но нести чуждое благоествование, например, сектанское. Или говорить об Иисусе, но это не тот Иисус, который Иисус в Церкви. «Это делали какие-то семь сынов иудейского пересвященника Скевы, но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» То есть не каждый должен проповедовать, если он не имеет рукоположения, если церковь не благословила его на проповедь. Как проповедовать, сказано, если не посланы. И вот пример с этими людьми – это пример того, что можно ожидать сектантов, которые самочинно присваивают себе право быть проповедниками. «Это делали какие-то семь сынов иудейского пересвященника Скевы, но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома». То есть не всякий может заниматься экзорцизмом и проповедью. «Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величайно было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои, то есть каялись, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли предсемья, то есть устроили аутудафе книг, и сложили цены их, вот этих оккультных книг магических, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Все это сожгли. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне». Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, «Побывав там, я должен видеть Ирим». «И послав в Македонию двоих, и служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время Васии». Вот здесь мы видим отношение Павла к проповеди. Он говорит, «Я должен», «Я должен», то есть он чувствуется неким должником перед теми людьми, которым он еще не проповедовал. «И послав в Македонию двоих, и служивших ему, Тимофея и Ераста, то есть своих сотрудников, сам остался на время Васии, как бы пребывая в подготовке своего путешествия в Рим». Далее происходит мятеж эфесских язычников. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их, то есть свой цех, и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше, между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой той, которую почитает вся Асия и Вселенная, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». То есть Эфес имел центральным культом, это культ Артемида Эфесской, изготовители украшений для идолов, они были обеспокоены проповедью Павла, что их ремесло придет в полный упадок. Выслушав это, вот представители этого цеха, изготовители идолов и украшений к ним, они исполнились ярости и стали кричать, говоря «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением, схватив македонян Гая и Аристарка, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Что значит на зрелище? Это в цирк, где могли их и казнить. Когда же Павел хотел войти в народ, то есть объяснить людям, ученики не допустили его, потому что они опасались, что он может быть убит. Также некоторые из асийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Здесь мы видим, что и среди начальников тамошней местности, светские начальники, некоторые были его друзья. «Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались». Это как будто инстинкты толпы, ими руководили. «По предложению иудеев из народа вызван был Александр, дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали «Велика Артемида Эфесская!» То есть иудеев там тоже не жаловали, потому что иудаизм тоже запрещает идолопоклонство. Но здесь иудеи хотели использовать идолопоклонников против христиан. Это было беспринципно. «Блюстите же порядка, утишев народ, сказал, мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфесс есть служитель великой богини Артемиды и Деопета?» То есть что вы кричите об этом? Весь мир об этом знает. «Если же в этом нет спора, то надо бы вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храм Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили, если же Дмитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание, то есть судебное собрание, то есть куда можно подать жалобы, и есть проконсулы, которым тоже можно подать жалобы. Пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. То есть можно сделать собрание всех граждан. Такое собрание называлось законным. В нем не могли принимать участие рабы и женщины, и дети. Все остальные могли. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении. То есть власть не санкционировала этого массового собрания. Так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. И вот здесь хочется сказать несколько слов об инстинктах толпы. Христиане – это люди, которые стараются дистанцироваться от коллективных грехов своих современников. Инстинкты толпы – это логика широкого и пространного пути, по которому идут многие, но конец их – в аду, где плач и скрежет зубов. Выбор большинства для христиан вообще ничего не решает. Если это не касается вопросов, связанных с трубопроводом, с канализацией, здесь можно прислушаться к мнению большинства граждан. Но в религиозных вопросах, в вопросах нравственности, морали христиане все-таки отстаивают позицию меньшинства, своего собственного меньшинства, потому что христиане всегда по таким вопросам оказываются в меньшинстве по отношению к большинству, который придерживается принципа вседозволенности и плотской разнужденности. Поэтому так называемый демократический выбор большинства, если это не касается насущных проблем городской жизни, канализации, водоснабжения, для нас это никакой ценности не имеет. Потому что мы знаем, что толпа, выбирая между Христом и Варнавой, Варавой, человека-убийцей, всегда изберет Вараву, человека-убийца, а по отношению ко Христу будет кричать «Распни, распни его!». Поэтому всегда надо дистанцироваться от каких-то коллективных мероприятий, если они не имеют отношения к нашей христианской традиции и не являются выражением нашей церковной веры.